Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всех поздравляю с воскресным днём. Мы уже постепенно приближаемся к дням и Страстной Седмицы, ну и Святой Пасхи. И вот нынешние Евангелия нам тоже повествует как раз о том, как Господь этим путём уже шёл. Мы слышим о том, что когда были Христос учениками на пути, восходя в Иерусалим, то Иисус шёл впереди, а ученики ужасались, следуя за ним и были в страхе. То есть они понимали уже то положение, которое сложилось, что на Христа уже была объявлена такая как бы охота, чтобы его найти, поймать, чтобы его осудить. Уже это пронеслось и среди народа, среди людей, начальники, книжники. Они уже это всё задумали, и ученики это всё понимают, и они находятся в страхе. Ну и сам Христос, Он об этом тоже говорит, Он не скрывает. Говорят, что Сын человеческий будет предан первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, поругаются над ним, будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскресли. Ну вот ученики, конечно, они до конца этого всего не понимали. Они всё-таки надеялись, что Христос придёт, какие-то трудности будут, но Он, как Мессия, которого они уверовали уже, Он должен воцариться, что Он должен уже как-то прославиться. И Господь, в общем-то, и говорит о прославлении, но прославлении в другом, совсем ином, и не так, как думали ученики. Ну вот мы видим, что ученики, они всё-таки думают о своём, и подходят ко Христу братья, сыновья Завидеевы, Яков и Иоанн. Мы знаем, что они были одни из самых близких учеников. Вместе с апостолом Петром Господь их часто брал на какие-то особые случаи, когда и на гору преображения с ним они восходили и видели особые чудеса, воскрешения. И они как бы ближе других оказывались часто, ближе других учеников ко Христу. И вот сейчас они подходят ко Христу и просят, чтобы дать им сесть, у него одного по правую сторону, а другому по левую, в славе Твоей. То есть мы видим, что они думают всё-таки по-своему. И вот один из евангелистов говорит ещё о том, что с ними подошла их мать. То есть она как бы их так направила, наставила, чтобы они не потеряли какой-то своей, ну такой человеческой выгоды. Они понимали, ну то есть они думали, что Христос должен прийти к славе. Тогда, конечно, уже будет не, может быть, не до учеников, что это какие-то обязанности по управлению там народом и чуть ли не всем миром должны у Христа появиться. Ну вот надо сейчас как-то подумать о том, как бы им быть рядом со Христом, в этом всём участвовать. «Но Христос говорит им, не знаете, чего просите, и далее можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь». То есть Христос им их не отвергает, хотя они с таким не очень понятным даже и правильным в данный момент подходят прошением, просьбой, поскольку Христос им говорит о страданиях, о смерти, а они хотят в его славе быть по правую, по левую сторону. Но Господь сердцеведец и знает их сердца, что, в общем-то, они действительно, их стремления не были уж такими только земными, но они хотели ближе быть к своему Учителю. То есть это тоже в их сердцах было и это желание. И поэтому Господь их не отвергает, но говорит, что вот если готовы ли они с Ним креститься крещением, которым Он крестится, и испить чашу, которую Он должен испить, то есть эту чашу страданий за род человеческий, за всех людей. И ученики, они говорят, да, мы можем. То есть они тоже дерзают Христос их и дальше не отвергают, и говорят, что и чашу вы испиете, и крещением креститесь. То есть, но сесть у меня по правую сторону или по левую, не от меня зависит, но тому, кому уготовано. То есть Господь говорит о том, что у Бога нет лицеприятия, что человек получит заслуженную награду и какое-то определенное место в Царстве Божием относительно Бога, не потому, что он как-то был в родственных связях или каким-то образом даже что-то сделал такое, что как человеку кажется, Богу должно быть приятно. Но Господь сам будет оценивать и по делам каждого будет воздавать. Мы прославляем Божью Матерь, мы ведь ее прославляем тоже не за то, что она была именно в близких родственных связях, а за то, что она понесла такой подвиг, который никто из других людей не нес. То есть она настолько оказалась близка к Богу именно своей душой, своей жизнью, что ближе нее уже никого нет, даже ангелов. И поэтому Господь именно за это ее приближает, и как раз она стоит рядом с Господом. И поэтому Господь указывает, что у него нет лицеприятия. То есть кем бы человек не был в каких-то родственных отношениях или внешних отношениях, будет ли он, скажем, может быть, епископом в церкви, или даже апостолом, или каким-то пророком. Но если человек недостоин, если он согрешает, если он привязан к греху, то он не сможет ничего сделать с этим, но будет от Бога отвержен. Для нас это тоже предупреждение для того, чтобы нам никоим образом не превозноситься тем каким-то своим положением. Даже тем, что мы христиане. Мы понимаем, мы в Священном Писании действительно читаем, что Господь уготовал любящим Его великие дары. Великие дары уготовал. И в Царстве Небесном даже это действительно некое положение, ну, высшее других. И Господь об этом говорит. И Господь действительно это приводит, как некую даже цель, чтобы мы достигали высшего положения, чтобы мы достигали близости к Богу, чтобы мы старались в этом потрудиться. Но при этом мы этим же не должны никоим образом как-то превозноситься, гордиться перед другими. Вот тоже для нас это урок. Мы, бывает, в нашей жизни мы постимся, да, и может в нашей душе проявиться такое превозношение перед тем, кто не постится, да, что мы ради Бога что-то делаем, а люди, вот они, они далеки от Бога. Нам подобный образ мысли нам не должно иметь, нужно его избегать. Вот мы видим, что ученики, они так думали, но Господь говорит им о другом. Господь их, как бы, показывает им их неправоту, при этом не отвергая их. И вот дальше мы видим, что ученики, они начали негодовать на Якова и Анна. То есть тоже они по-человечески начинают возмущаться, почему-то они так дерзают что-то просить, то есть они считают себя высшими других, что они больше, там, может, знают, больше видели, чем другие, и хотят и место какое-то получше получить. Но вот Господь тоже и учеников, Он увещевает и показывает им, что, говоря, что вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вольможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугой, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему послужили, и чтобы послужить, и отдать Душу Свою для искупления многих. То есть показывает преимущество любви, преимущество того, что Он Сам совершает, то есть Он по любви Своей к роду человеческому Он отдает из Свою жизнь и Себя самого на страдания ради всех людей. И мы видим, что Господь действительно всю Свою жизнь посвятил людям, не имея где главы подклонить, то есть не имея какого-то постоянного дома. Он как странствующий такой учитель ходил по городам, и людей и наставлял, и даровал им и исцеление, и всякую помощь. И всего Себя посвятил этому служению. Также призывает и своих учеников, и всех, кто за ним последует, чтобы они, чтобы все старались послужить друг другу. И в этом будет проявляться любовь, и в этом человек может достигнуть совершенства. То есть только таким путем, а не тем, что будет ставить себя там выше, один выше другого, себя знающим больше, чем другой, ну и прочее, и прочее. Мы помним слова апостола Павла, который говорит, что в будущем веке и все эти чины все упразднится, и знание упразднится, и останется только любовь. Но вот мы должны именно так, таким путем к Богу стараться идти, то есть не превозносясь, но наоборот все предавая, за все воздавая славу Божию. Если мы что-то, может, поняли, узнали, то это нам дано от Бога, некий дар. Это дар от Бога, который Господь дал, Он может его и забрать. Может забрать даже и в этой жизни, но если мы окажемся недостойными, то в жизни и будущей, все это мы можем потерять. Поэтому нам нужно, наоборот, приобрести и смирение, и любовь к нашим ближним, для того, чтобы нам не превозноситься, но наоборот приобретать те дары, которые нам Господь хочет дать и готов дать. Но этими дарами нам служить ближнему и в любви, и в смирении, для того, чтобы нам достигнуть той и близости к Богу, и той блаженной вечной жизни в Царстве Небесном, которую Господь нам всем дарует, к ней призывает, ну и в которую мы должны войти, если будем следовать за Господом, по Его примеру, по Его словам, по Его наставлениям, вникая, следуя примеру и учеников Его, и всех святых. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok